Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим игрушку Black Gold. Игрушка жанра ММО, сделанная компанией Snail. То есть для знатоков или для тех кто играл, возможно уже, это легенды кунг-фу. То есть игрушка от тех же людей, в принципе, сделанная довольно неплохо, но с убогой графикой. Фишка этой игры в том, что тут встречаются вот, как это назвать-то, две фракции, проще говоря. Это люди и прочие расы, которые отдают свое предпочтение, пожалуй, машинам. То есть это какие-то паровые машины, что-то при помощи электрики. И те, кто отдают свое предпочтение больше магии. Сейчас мы посмотрим и тех, и тех. Давайте-ка сначала любителей машин. На данной версии, так сказать, технари у нас представляют дворфы. Это как мужчины, так и женщины. И вот такие вот, можно сказать, люди. Что-то люди долго загружаются. И нам также доступно, сколько это? Девять классов, нифига себе. Это нормально, я вам скажу. Так, давайте посмотрим. Стрелка, ассасина. Какой-то маг. Так, да, скорее всего, это какой-то маг. Потом, что-то у нас, какой-то заклинатель. Хотя нет, оккультист. Оккультист. Ага, оккультиста у нас представляют только женщины. Так, хорошо. Блэйдмастер. То есть, это какой-то мечник, я полагаю. Да-да-да. И как вы видите, у каждого класса тут свои показатели. То есть, приблизительно их уровни. Допустим, у нашего Блэйдмастера и у, допустим, вот этого класса. Показатель дефенса, то есть, защиты, он максимален. По отличию вот от, допустим, того же стрелка Ганслингера. Но у него показатель АУЕшных атак на максимуме и атака, естественно, повыше. То есть, вот эти вот, например, персонажи, этих двух классов, они могут быть прекрасными танками. Эти показатели, как вы видите, у всех классах свои. И, ого, это чё такое? Это маг пиромансер. Да, смотрите, какая-то забавная херня. То есть, как вы видите, дэмэдж у него максимальный. Дефенс такой, ну, выше среднего. И АУЕшные атаки у него очень хороши. Но он средний по ассистам и по эндеранс, то есть, по выносливости. Ну, неплохо, неплохо. А сейчас ещё посмотрим, как это всё выглядит у других. То есть, у следующей фракции, которая больше всё-таки любит магию. У нас тут, как видите, свои расы. Какие-то, блядь, серые аватары. Окей. Тут свои блейд-мастера. Ну, вот это вот довольно-таки забавно выглядит, я вам скажу. Круто-круто. Такс. Это у нас, ребята, с топорами. Хороши в защите и хороши в атаке. АУЕшные неплохие у них есть скиллы. Хорошо. Спеллсворд. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот так эта херня выглядит. То есть, как видите, он пользуется щитом, но при этом у них как-то плохо с защитой. Ну да ладно. Пиромансер. Это нам знакомо. Так, а это что? Ага. А это у нас что-то вроде того мистика, что я смотрел. Так, тут же по-прежнему есть ассасины. Ну, такие крутые ребята, в принципе. Дуалы. Которые пользуются кинжалами. Проще говоря, роги. То есть, довольно интересно. А вторая раса, которая тут представлена. Ну, то есть, за любителей магии. Будем их так называть. Потому что игрушка пока что... То ли к радости, то ли к сожалению. Пока что только на английском. Но, надеюсь, если ее будут все-таки переводить, то перевод будет нормальным. Что ж, я, пожалуй, отправлюсь к технарям. Потому как любители магии. Это не по мне. А вот это вот колорит все-таки. Какой-никакой. Так, ну и, пожалуй, выберем какую-то бабеночку. Почему бы и нет. Для первого взгляда лучше смотреть на сиськи. Потому как это куда лучше. Такс. Ну да. Насчет сисек я не промахнулся. Попал в самую точку. Да, забавный у нее наряд. Очередной. Это коллекция бронелифчиков. Кстати. Неизвестный мне, к сожалению, кутюрье. Но это забавно. Такс. Давайте посмотрим, какие тут пресеты есть. Такс. Ну, довольно-таки симпатичную бабенку можно создать. Ну, если чё. Ну, вот. Хватает, в принципе, забавных пресетов тут. Есть прикольные. Есть такие не очень. Ну, давайте остановимся. Не знаю, на чём-то таком. Почему бы и нет, да? Такс. Личика. Нога. Confirm. Я понимаю, что пресет будет разрушен. Вся херня. Но это же не так интересно, правда? А вот уже от пресета будем плясать. Ну, вот это, в принципе, лицо мне нравится. Так. Теперь вид прически. Так. Это не очень. Такс. Ну, вот это, в принципе, неплохо, такой хвостик. Или даже вот короткую прическу возьмём. Почему бы и нет. Да, вот неплохо. Так. Цвет. Это ведь цвет. Или что это такое? А, да. Это цвета. Ну, вот оставим, в принципе, такой. Это цвет кожи. Цвет кожи мы трогать не будем. Глаза. Поскольку глаза я не очень-то... А, нет. Видно. Какие-то у неё тут... Шеринганы, что ли? Давайте сделаем из неё ведьмака. Или кошку. Одно из двух. Нет, вот это больше подходит. Под ведьмачьи глаза. Неплохо. Такс. Добавим только больше света. Да. И чуть больше худа. Ну вот. Сам это... Этот прикол мы оставим. Это забавно. Так. Тут мы можем также настраивать лицо, щёки, глаза. Их размещение. То есть довольно-таки обширно тут всё. Так. Давайте пошаманим немножко с телом. Шея. Шею сделаем поменьше. Ага. Это толщина шеи. Сделаем потоньше. Плечи. Такс. Пожалуйста, повернись своей самой красивой стороной к нам. Ну вот, как-то так, чтобы она более-менее органично выглядела. Такс. Ну и давайте я уже как настрою свой шедевр, тогда включусь. Ну вот, что-то такое я в принципе создал. Классный редактор. Мне очень нравится. Тем более то, что возиться с девочкой. А если тюнить мужика, это, конечно, не такой увлекательный процесс. Но, в принципе, для первого взгляда, как для редактора, это, я думаю, достаточно. Такс. Назовём мы тебя, пожалуй, Афродитой. Нет? Уже занято, да? Ну, значит, будешь Афродитас. Вот что-то такое. Так, мы заходим в игру. Звук. Иди ты в жопу. И вот мы, наконец-таки, попадаем в волшебный мир этой игры. О, господи. Что-то долго так грузилось, я не понимаю. Но эта игра понравится в первую очередь тем, кто любил в своё время РФ. Может, возможно, даже и сейчас играет в РФ. Тех, кому нравятся легенды кунг-фу. Но, ладно. Пройдём, пожалуй, обучение, а там посмотрим. Такс. Скипнуть этот сраный гайд. Что тут случилось? Открылся корабль. Ага. И тут попёрла куча пехоты и куча роботов. Окей. Это высадка на Нормандии, наверное, да? То есть, только на новый ляд, правильно? Надеюсь. Такс. Один, два. Проверяем скиллы. Окей. Проверили скиллы. Давай. Иди сюда. Сюда, говно. От мудоха, наверное. Вообще. Просто, влёгкую. Ну, такой. Вот это... Вот это... Такая рейнджованная. Такая. Это сугубо по цели. Ну, такой. Забавная. В принципе, боёвочка. Посмотрим, как она будет по динамике. Я... Может быть, денёк упью в эту игрушку, но... Ух ты какой. Классно было бы на таком покататься, на самом деле. Так, сачу тут. А, роботы. Роботы идут. Да, роботы идут. Аж кровавая война идёт. Что, блядь? Роботы дерутся с драконами? Что за нахер? Господи, Иисусе. Мать твою. Окей. О, титан. А ну-ка. А ну, пошли. О, это, наверное, наш титан, да? Скорее всего, я буду на это надеяться. Давай. Маунт. Ёбушки, воробушки. А как это работает? А вот так прям и работает. Говно, жопа, получи. На-на. Такс. Ну, блин, забавно, в принципе, такой гигантский робот. Смотрите, блядь, какие-то скорпионы, нахер. Без понятия. Вообще, говно какое-то. Ну, блин. Задумка-то неплохая. Это такой, знаете, троллинг... Тайтанфолла. Тайтанфолла. Это вот так бы, наверное, выглядел Тайтанфол, если бы за него заплатили всего там... Ну, рублей триста. Ёб твою мать. Больной, нахуй. А как тебя убивать, гнида? Вау, меня выкинуло. Что, робот сломался? Он не мог сломаться. Там было еще... Ага, эпическая заставка. Угу. Ага. Немые люди. Keep your eyes. Что-то там. Сержант, we got a servarius. Да, хорошо. Короче, чьи-то похороны. Окей. Это очень-очень важный сюжетный поворот, но... Я его упущу, пожалуй. Так, судя по всему, нам не хватило обучения, да? Теперь нас еще будут обучать при помощи... Мать его, ёп. Так, чьё это такое? Это у нас... Так, сейчас это у нас... Сути, что они в стиле за говно? Говно... Нифига, непонятно. Воу. А куда это ты побежала? Ага. То есть, это вот так работает, да? Ну, привет от легенд кунг-фу, потому что там тоже, блин, нажал по персонажу, и все, и те нормы. Ты просто, типа, как зажал автобег, и он бежит прямо туда, куда нужно. Чё ещё? Чё нужно? Чё нужно? Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Пилот. Кантин. Кто следующий? Так, я хочу посмотреть нормальную воевку, а не, блять, вот это вот, что было. Если бы выбрал такого танчика, типа... Типа танчика, у которого всё нормально с дефенсом, но... На среднем уровне дэмэдж. Странно для танка, конечно, что всего лишь на среднем уровне... Ну, то есть, он всегда у танков, там чуть бы не на минималке всё. О, лут. Лут это круто. Это шучу, конечно. Ну, блин, обычная МО, только... Вот, смотрю, что-то пытались сделать такое по системе Nun Target, но... Чё-то, видать, не пошло. Всё-таки оставили вот такую вот систему привязанности. Потому что она, в принципе, может махать и просто так. Вот я вот сейчас даже попробую подойти вот к этому товарищу, да? А, да, и можно, в принципе, без Nun Target. Просто это как подсвечивается, что он как бы есть. Всё. Опс, и восстановили все скиллы. Нормально, типа рефреш. Давай подъём, ёпт. Нормально. Ну, то есть, знаете, такая ненапрягающая боёвочка. Я думаю, за мага там вообще будет забава просто. Будет некое... Шоу... Лазерное. Ну, забавно. В принципе, забавно. Такие вот, видите, звери тут водятся гулять. Она чё-то заглючила такое стрёмное. Ладно. Товарищ, может ты мне чё расскажешь? Это пока первые квесты. В принципе, они не особо интересны. Вот мы просто нажмём, и пускай пиздячит. Я, в принципе, по этой игрушке не знаю, ну, особо каких-то интересных фактов, потому как игрушка находится, во-первых, в открытом доступе, во-вторых, она будет фри-то-плей, в-третьих, это пока что идёт тестирование. То есть, это ещё не полная версия. Ещё будет добавлена одна раса, ну, то есть, по одной расе за каждый... За каждый из альянсов, так называемых. Ну, я думаю, это будет интересно. Вот, например, вот к технарям, вот к гномам и вот этим вот, типа, людям добавят ещё вампиров. Что делают вампиры, так сказать, в обществе паровых любителей, это мне трудно представляется. Но как-то они, небось, это свяжут. На сайте можно посмотреть хорошо довольно-таки прописанный лор. Небось, какое-то нападение сейчас будет. О, смотрите, какая хорня идёт. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я не читаю субтитры, но их в жопу. Если даже не удосужились сделать хоть какую-то убогую озвучку, то... Субтитры я эти читать не буду, но предсказуемо. На деревню или на блокпост напали. Вот, турели просто растворились. Вот так это как-то работает, да? Ну, давай с тобой поговорим, чё. Ты мне должен дать какое-то ружо, может быть. А, это типа такси, как вы поняли. Вот на таких вот, типа, маунтах. Я им не управляю, между прочим. Он сам ведёт меня на место. Ну, таких мы будем и переправляться по локациям. Там ещё будут какие-то летающие маунты. У нас будут ещё свои маунты. Там, типа, каких-то робо-волков, там, титанов, потом. Ну, шагающих роботов в основном. Потом, я видел мотоцикл, например, забавно. Было бы забавно. Такс, мы приехали. Неписи, как бы, прогружаются. Всё отлично. Так жалко, что нельзя просто так вот кликнуть и всё. Вот. Нужно заходить в список квестов. И тогда это выделять. Ну, блять, это не очень удобно. Ну, ладно. Ладно. Чё, пошли кому-то напинаем? Какие-то звери тут должны водиться в любом случае. Так, ты что ли? А ты не зверь. Я разочарован. Ты умер. Ну, так, просто. Ну, ты, может, не знал. Окей. Давайте ещё одного десантника, типа, запинаем. Вот. Чё-то как-то странно. Это всё откликается. Мне это не очень нравится. Но, хват. Упустим этот неловкий момент. Чё тут есть у нас? Какая-то книжка и какие-то black gold. Ну, типа, чёрное золото. Или золото чёрных, как у нас. Я думал, русский перевод всё-таки будет. И эта игра будет называться, типа, золото чёрных. Или нефть. Вот как-то так. Эпическая заставка. Но нет. К сожалению, нет. Так. Пойдём дальше. Почему я скипаю эти эпические супер заставки? Потому что... Это YouTube. YouTube не любит, когда вставляют заставки. Хоть даже это не я вставлял. Но это не имеет вообще никакого значения. Понимаете? Вообще никакого. Покер. А на втором видео есть, значит, ты виновен. Всё засудить. Засудить. Или заблокировать нахер видео. Ну, почему нет? Get. Какие-то подарочки. Это типа за то, что, наверное, просто сидишь в этой замечательной игре. Ну, игрушка, по правде говоря, мне... Ну, не то, что прям какой-то восторг. Ну, неплохо. На неё действительно стоит посмотреть. Потому что, вот особенно для любителей киперпанка, вот... Графика тут неплоха, но... Но она неплоха для... Не знаю, какого года. То есть... В Варкрафте лучше. Банально. В Варкрафте лучше. Пускай там даже рисовка, но... В Варкрафте лучше. Такс. Чё-то за блядь. Ты официально отмудохан. Я прям как Экзибит. Твоя тачка официально прокачана. Всё, блядь. Чё ты кидаешься? Ёпт. Это что-то вроде данжика какого-то. Непонятно. Давай валим нахер. Такая неплохая система. Я думаю, в ПВП это будет всё очень динамично выглядеть. Особенно если взять... Блядь. Особенно если взять камеру, как было в РФ. Давай, блядь. Сука, говно, жопа. Да я тебя и так отмудохаю, блядь. Придурок сраный. Не, смотри. Чё-то ещё выеб... Пускает тут... Угу. 7... 8 медяков. Наверняка очень полезно. Это был босс. Если это был босс, то мне стыдно за эту игру. Надеюсь, это был не босс. Так. Открываем ящичек с подарками. Это был босс. Я расстроен. Конферн. Макс хп плюс 16. Ага. Это типа показывает, что нам добавляет по итогам. Пардон. А где тут смотреть мой инвентарь? Инвентарь. Так. Тут какие-то бутылки. Ну, бутылки, понятно. Бутылки у нас служат для восстановления здоровья и маны. Так. 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 А я хотел бы посмотреть, как выглядит мой супер-мега-бот. Персонаж. Так. Сюда можно еще какое-то оружие вставить, да? Какую-то погремушку или еще какую-то херню. Ну, в принципе, вижу слоты под кольца. Тут под... Что это? Гильдейское, да? Да. Гильдейский сет какой-то. То есть шапочка, ожерелье, перчатки, пояс. Что это? Наплечники. Ну, понятно. В принципе, стандартный набор. Вот еще сережки. А неплохо. Когда первого такого мини-данжика, я думаю, неплохо. Я вообще, в принципе, любитель всякого рода мо-игр, но не хочется прям вот на все то изобилие говна, которое нынче есть в сети, тратить время. По одной простой причине оно того не стоит. Так. Что ты предлагаешь мне сделать? Какой-то... Что? Щип. Ну, хорошо. Confirm. А что это такое? Чек. Я не знаю, что это такое. Какие-то медали. А на что мне нужно нажать? Я еще так знаю. А, вот на этом. Enchant. Ну, хорошо. Подожди. А если я... А если я вот, допустим, я... Подожди. Не, нахер. Не то. Не то. Что бы это? Не. Не так. Вот так. Ой. Хе-хе. Пардон, снялась. Да. То есть я могу, судя по всему, зачаровывать только вот это вот. Вот это что-то. Да. Это какое-то зачарование при помощи вот этих вот зеленых кристаллов. Ну, давайте зачаруем. Как видите, это просто дает определенные бонусы. Плюс три там. Ко всем. Да, вот мы вот прокачали на пятерочку и плюс пять получили. Да. По итогам, да. Ну, неплохая такая херня. В принципе. Пускай будет. Бе. А, короче, вот так. Откроем. Ага. Сундучок. Прям к валодах. Так. Стандарт мотосайкл. Мотоцикл, что ли? Йоу. Я таки получил первого маунта. А как это работает? Ну, обычный призыв, да. Так. Мы получим что-то сережку, да? Нет. Какой-то талисман. Новый щит. Хороший щит. И новый меч. Все согласен. А куда ехать? И погнали. Ну, такой мотоцикл, конечно, забавный. Я вам скажу. Интересный такой, по крайней мере. Как маунт. Так. Что это за говно? Так. Очередные товарищи, которые не умеют говорить. Что ты хочешь? Что-то никак не нажимается, да? Куда нам? Ладно, вызываем дальше мотоцикл свой. И еще погнали дальше. Блин, забавный такой. К сожалению, по физике он не просчитывается. Но ему, судя по всему, насрать. Могли бы сделать его каким-то гусеничным. Потому что такое чувство, как будто он скользит по всем поверхням, а не едет. Так-с. Поменяем, пожалуй, оружие. Да, confirm. Добавилось там парочка приколов. Ну, что, поехали дальше по квестам. В принципе, как вы видите, квесты не брезгуют особо разнообразием. Потому что, ну, поедь туда. То есть, даже если бы не было маунта, хорошо, что он есть. Так. Сходи туда, убей того. Я думаю, тут все квесты такие будут. Так. Так, чё это вот? Какой-то лоунрайдер мотосайкл. За золото, да? Хирокоптер, ноби. Так. Забавная херня. Хирокоптер даже есть. То есть, вертолет. Надо будет как-то посмотреть. В принципе, он не так дорого стоит. Но, если у меня тут уже один голд есть, то я думаю, быстро он собирается. Наверное, маунты свои как-то можно даже и прокачивать там. Или что-то с ними делать. Ну, это, знаете, просто игра такая. Просто. Просто вот для любителей реально РФа и легенд кунг-фу. Потому что вот многое перешло отсюда. Я уже даже вижу и по интерфейсу. Ну, вообще. Перешло отсюда именно от легенд кунг-фу. Че ты еще хочешь-то? Знаете, это просто должен постоянно быть открытый список квестов. Если никого не надо мудохать, вот это вот ездить вот так. Но я повторюсь, я в принципе смогу это стерпеть. Ну, там, поиграть денек-два. Потому как я любитель всякого рода. Вот, ММОшных игр. Тем более, тут с такой идеей. Ну, довольно непростой, знаете ли. То есть, противостояние технологий и магии. Тут также есть батлграунды. То есть, батлграунды и батллокации. Специально для ПВП. Ну, я думаю, это будет интересно. Можно будет прокачаться там. Сходить. Ну, не знаю. Если будет такой же тупой гринд. Ну, вот как это было, например, в Requiem. Для тех, кто не в курсе, есть такая игрушка. Корейская, но сделана на русский манер. По мотивам апокалипсиса. Даже это постапокалиптическая такая игрушка. Довольно забавная, но, к сожалению, в нее можно было играть только вот, как в моем случае, с другом. Потому что, ну, говно, ребят. Ну, это не то. Но, ради такого, ради тупого гринда, потому что я играю, потому что играю. Я качаюсь, потому что качаюсь. Все. Это баста. Других там развлечений, в принципе, не было. Ну, разве что ПВП, аренки. Это такое. Это было полезно. Вот. Полезно для преимущественно вашего самолюбия. Охуеть. Перс, вернись, пожалуйста. Вернись ко мне. Ага, вот все. Я уже начал переживать, как будто она тэпнулась. Иди туда. Это ты, что ли? Ах ты, говно, жопа. Ладно, сейчас, подожди. Подожди, ты, ты, ты никуда, ты только, сука, никуда не уходи. На туда тебя, понял ты, говно. Ну, в принципе, я-то думаю, тут все будет с этим делом хорошо. Знаете, вот с боевочкой тут. Потому что динамика, она, она будет чувствоваться, я уверен. Вот. Надеюсь, будет чувствоваться, вот как, например, сейчас. Что это за херня? Это какой-то медальон, да? Или какой-то талисман. Но оно, типа, видите, оно летает вместе со мной, там. Такое. Такое. Типа, бам, тут датит. Не, мне нравится. Вот боевочка довольно-таки интересная. То есть, веселее, чем в аркейдже, мне кажется. Но графику бы еще сюда. Ну, хотя бы немножко. Хотя бы чуть-чуть получше. Вот. Потому что, когда я выставляю, вот там есть какой-то супер режим, там, с пиздец с сглаживанием, там, всего остального. То фпс, ну, вот, нормально, стабильно, фпс идет, у меня сейчас на 50 кадров. То есть, это нормально, да? Вот для такой игры 50 кадров это самое то. А вот, когда выставляешь тут супер режим, вроде ничего не меняется, только добавляется немножко теней. Я вот тени, как вы видите, совсем выключил, потому что жопу. Потому что, когда записываешь, оно еще гробит больше производительность игры. Но, в любом случае, оно должно записываться и без всяких там тупых приколов. Врубаешь тут супер режим и, понимаете, все. Игра на этом просто как бэ, заканчивается. Я тут не могу ничего залутать, да? Ну, ладно, поехали сдавать этот супер-мега-крутой квест. Вот, с невероятным поворотом сюжет, событий и с охренительным сюжетом просто. Потому что придумать ничего пооригинальнее, чем поедь туда, убей механических големов. Или даже паровых. Это скорее были паровые големы. Вот, больше ничего придумать не смогли. Но, это корейская игрушка, повторюсь, от компании Snail. Компания, которая делала в свое время легенды кунг-фу. Поэтому, поэтому, поэтому. О, на мотоке даже можно прыгать. Круто. Круто. Пи-ш-ш-ш-ш. Круто. На туда тебе говно, жопа. Какой-то механический фриц. Такс, ты. Блюдошный. Во, я их прямо так. Прямо двоих. Прямо рейнджованно. Зафигачил просто Как мог, короче Забожил, затащил Так Вызываем наш супер-мега-транспорт Ну, пока что Пока что тупой грин Без каких-то особых откровений И всего остального Думаю, дальше оно так же Ого Вы видали это говно Нормально, это он ганслингер, типа У него пушка И вот такая хрень есть Бля, механизированная собака С пулеметами Это круто Так, ты че мне предложишь-то? Нихера ты мне не предложишь Так, а вот, одежка Одежка Одежка, это круто Давай, я согласен Воу А как я это сделал Не знаю Да не важно Так, вызывай свой супер-мега-транспорт И поедем По следующему Мега-квест Пока что уныло Но Можно потерпеть Часочек Может два Может шесть Потому что Пока что Хочется Немножко Полазить Посмотреть на этот Не очень красивый мир Можно так сказать Но Я хочу добраться Хотя бы до первого ПВП Посмотреть еще Какие тут Маунты есть Какие тут вообще Механизмы есть Придуманные Вот я вижу Тут питомцы бегают Вот эти вот Механические Какие-то они Такие Интересные Так 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 Минус семь Магикл дэмэдж Так Регул Ну вот это похороня Это все Ерунда Мне дали Новую броню И я ее принял Так Теперь мне нужно Что мне нужно Мать его Ага Я по сути приехал Да Ну хорошо Давай Давай начнем с тебя Да Команда Мать его Ага Квест выполнен Очень 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 Крутой Квест Подошел Выбил Красавчик Молодец Герой Получи Плюшку Так Что ты мне дашь По итогам Ага Пару медиков Оливей Лап Это же Блядь Вообще Апупенска Вот тут Вот тут Добавляются Скиллы Сами по себе Я пока не вижу Древо Раскачки Сейчас посмотрим Кнопочка А может быть А вот Смотрите Есть Древо Блядь Блядь Я думал Его нету Так На десятом Следующий Потом На двенадцатом На четырнадцатом На двадцатом Короче Через каждые Два уровня Угу Понятно Так А пассивки Какие то есть Это нет Все активное Как я понял Это вообще В принципе Это Все слоты Которые имеются То есть Это три Это Четыре Пять Шесть Семь Тут Подпетов Можно сказать Ну Девять Всего Подскиллы Я думаю Ну максимум Там Вот это вот Десять Может еще Какую-то панельку Можно прикрутить Ну я думаю Это Это все Ну Хорошо Хоть нету Такого Изобилия Скиллов Как это было В линяге Блять Это надо было Просто Во-первых Закончить Курсы Баяниста Или не знаю Научиться Играть На сраном Рояле Может даже Может даже На органе Почему нет Чек Что ты Блять Хочешь От меня Я не понимаю Это какие-то Награды Да Которые Даются Тут по итогам Total victory Мак Тивойок Но Это все Да Тут мне что-то Добыть нужно Я подозреваю Да Лютит Все Дис из лютит Ну пока Твисты такие Не очень Но Это хорошо Что тут Не надо убивать 56 тысяч Мобов Вот Ну по крайней мере Сейчас Вот штанишки Конфирм Как у нас Выглядят Штанишки Ну так Приодели Конечно Бобеночку Я думаю Это бы все Ну получше Выглядело бы Конечно На мужчине Но в любом случае Я выбрал Бобенку И пока Ею поиграю Complete Complete Я думаю В этом и будет заключаться Весь геймплей То есть Вот это вот Ну вот Как-то так Это будет все Работать На самом деле И будем убивать Всех за медики Это забавно Ну Игрушка Достойна того Чтобы ее Хотя бы Ну вот Потестить Поиграть Повторюсь Это все таки Открытое Тестирование То ли альфа То ли бета Это я вам Уже не скажу Но Все равно Это еще Не конечный Продукт Поэтому Разработчики Ведут диалоги С игроками И Она открытая То есть Заходите на Официальный сайт Игры И милости просим Вы можете Спокойно Скачать клиент Только лишь Зарегистрировався На сайте Это неплохо В принципе И идея Такая вот Неплохая Скрестить Вот Киберпанк И магию Плюс Вот это вот Такая более-менее Нон-таргет Система Но Она не то Что прям Прям совсем Нон-таргет Но Что-то есть Что-то есть Такое Знаете И то хорошо Что хоть что-то есть Чем Тупо стоять Вот это вот На месте И заниматься Не знаю Самоудовлетворением Что-ли Что-то такое Реворд Тут Тут я еще Не все Выбил Тут я еще Не все Выбил И плюс Вот такие Подарочки Знаете Я думаю Вот это вот Ага Пвп Откроется 16 уровень Это Это интересно Так Тут еще Можно Вип Прикупить Тут есть Какая-то Почта Да Почта Это скорее всего Под аукционы Сделана Ну что ж Вот такая вот Игрушка Я вот видите Немножко побегал Не знаю Сколько По времени Потому что Не засекал Просто хотел И для себя И для вас Посмотреть В общем-то Для любителей РФ Но это не такая уж Олдскульная Старая игрушка В которой Ну Надо до мозга костей Быть Довольно крутым Чуваком И прошаренным В этом мире Но я думаю Для людей Знающих Для людей Которые играли Даже вот Это самое Легенды Кунг-фу Можно создать Тут реально Своего Супер персонажа Который будет Гнуть так Чтоб не выгнуло Знаете ли Всем спасибо За просмотр С вами был Марс До новых видео И всем пока